Монеты собственного производства на ярмарке пользуются большим спросом, а за соседним прилавком можно купить картину или набивную куклу. В рамках празднования Дня Матери в Качканарском дворце культуры проходит выставка ремесленников. У нас происходит очередная четвертая выставка народных промыслов, народные ремесла. Предприниматели изготавливают ручные работы, свои украшения, рисуют картины, делают букеты. И поэтому мы приурочили это всю Дню Матери. Эксклюзива хватает. Например, литые статуэтки. Их производство весьма трудоемкий процесс. На воплощение идеи уходит несколько дней. Но результат того стоит. Получаются настоящие произведения искусства. Сперва делается фигурка, затем отливается это все в силиконовой резине, затем идет стадия изготовления восковой фигурки, а потом уже заливается в гипсовую форму это все. Из гипсовой формы восковая фигурка выпаривается в воде при температуре 100 градусов, потому что вода-то больше не закипит, температура больше не поднимется. Дальше в это пространство заливается уже расплавленный металл. В данном случае это бронза в латуне. Пока мужчины льют металл, женщины шьют кукол, мастерят серьги, кольца и браслеты. Качканарским рукодельницам есть что показать на выставке-ярмарке. Производим мы всякие игрушки, топиари, букеты из конфет. Очень много чего. У нас в Качканаре очень много мастериц. Я считаю, что такая выставка имеет место быть. Нужна такая городу. Потому что очень многие рукодельницы хотели бы показать свои товары, но им негде их показать. Но не только качканарские ремесленники стали участниками выставки. Свои работы сюда привезли мастера из Нижней Туры, Ушвы и поселка Ис. Выставка это замечательно, что собираются предприниматели и люди могут увидеть, что производится, что люди что-то делают, что-то интересное. И могут пощупать, посмотреть это все и приобрести в принципе. Очень хорошая выставка. Вообще в своем роде даже уникальная причем. Потому что каждая вещь сделана руками. Это что называется хендмей. На самом деле там ведь душа вложена. И это чувствуется в каждой поделке. Всего в ярмарке поучаствовали 20 ремесленников. При этом количество мастеров, которые хотят показать свои работы, ежегодно растет. Поэтому в будущем году масштабы мероприятия планируют значительно расширить.